Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Барин, и сегодня мне бы хотелось с вами поговорить о книгах, посвященных Робокопу в нашем сегодняшнем выпуске Читальной СБ. То есть начнем, пожалуй, наверное, с серии, собственно, бестселлеры Голливуда, и как мы видим, у нас вот вся оригинальная кинотрилогия, она в рамках этой книжной серии издавалась. То есть первая часть, соответственно, вот, пожалуйста, вторая часть, и вот, пожалуйста, третья часть. Значит, в чем есть свой маленький нюанс? На Западе выходило, в принципе, всего только две книги, то есть это Робокоп-1 и Робокоп-2, соответственно, за авторством писателя Эда Нахи. То есть он писал новолизации первой и второй части, то есть третья часть, она уже в виде новолизации не выходила. Тут как бы, какой мог быть вариант? Либо ее и просто уже не писали, в принципе, и не делали, либо вполне возможно, что Наха или какой-то другой автор мог ее написать, но, соответственно, по каким-то разным причинам, то есть и того, что компания Реона банкротилась, и того, что, значит, фильм про Катя провалился, то есть ее могли не издать, то есть из-за каких-то, соответственно, контрактно-правовых особенностей, она, в принципе, что называется, могла даже вот ни в каком виде не выйти из-за этого. То есть писатель написал ее, в принципе, в стол, такие прецеденты они уже были, как показывает практика в мировой истории. Соответственно, но комикс-адаптация вот третьей части от Dark Horse Comics, она точно была. Это как бы 100%. Значит, что же получается у нас по книжкам? То есть по книжкам получается так, что на территории, соответственно, России у нас вышла только новолизация именно второй части, оригинальной. Это вот именно Эд Наха, это, значит, у нас получается 93-й год, Эврика, издательство. Вот, значит, это у нас даже, он может посмотреть, что перевод и Лабунса, как раз-таки, Рыбаков. Вот, и, в принципе, как и большинство новолизаций, она содержит в себе, честно говоря, кучу таких интересных вставочек. То есть здесь есть именно сцены, которые, так скажем, или были сняты, но не вошли в фильм, или, соответственно, задумывались в изначальном сценарии, но так и не были сняты. Тем более, что режиссер второй части фильма, Ирвин Кэшнер, он, честно говоря, какие-то вещи в сценарии изменил, изначально в сценарии Фринка Миллера. Вот. То есть, значит, чем эта новолизация, в принципе, второй части, пожалуй, будет интересна. Значит, ну, здесь, во-первых, все-таки есть вот сцена встречи доктора Факса с Кейном. То есть, например, значит, кое-что нам про сам мир рассказывают именно, что вокруг как бы творилось. То есть, почему... То есть тут было упоминание того, что после президентства Рейгана, как бы, так скажем, в США произошел большой экономический спад, из-за чего, в принципе, власть в стране по факту захватили всякие мегакорпорации вроде OCP. Вот. То есть вот такие были вещи. То есть была, например, знаменитая сцена, которая была снята, но в фильм не вошла, где Робокоп смотрит за девушкой в душе только. По версии этой новолизации он, соответственно, за своей напарницей Льюис подсматривает. Соответственно, были такой момент, что Робокоп арестовывал в конце книжки Мэра, вот чего в фильме не было. Ну и также, соответственно, как раз таки присутствовал момент, то, что с одним из подручных Кейна Льюис сражалась на ножах. Такая была сцена. И то, что, соответственно, у нас, как бы, Кейн даже разговаривал и смеялся. Вот, чего, соответственно, в фильме не было, когда его именно вот в Киборга переделали, то есть в Робокопа 2. То есть в Робокейна, точнее, даже если быть правильным. Вот. Притом там явно был, судя по его высказыванию, Реверен в сторону первого Терминатора. То есть, ну, поскольку оба фильма снимала, соответственно, как раз таки Орион Пикчерс, то что Терминаторов, что Робокопов. И, в общем-то, Ориона, они, соответственно, не гнушались во всяких этих трейлерах и роликах к Робокопу. Что к первому, что ко второму, что к третьему. Там даже музыку из Терминатора использовать и так далее. Вот. И здесь, в принципе, как раз таки Реверенс был тоже интересный. Хотя вот за все это время Кейн по факту говорил только, скажем так, одну, на самом деле, фразу. Металлический... Вот, даже сейчас зачитаю этот фрагмент. Металлический монстр издал неожиданный рев. Заслонки на его лице отскочили в стороны, открывая изголодавшуюся физиономию Каина. Ну, здесь Кейна почему-то как Каин перевели. Чудовище вытянуло свою клещеобразную лапу и ухватило контейнер. Пораженный старик не выпускал коробку из рук. Ну, то есть, почитать, опять же, вот, ее на самом деле интересно. Потому что здесь, ну, скажем так, да, с фильмом есть достаточно серьезное расхождение. Ну, и плюс ко всему поясняется что-то за бэкграунд, то есть за сам мир. То есть, теперь же хотелось поговорить вот о такой, как бы, книжке. То есть, значит, как я уже сказал, Эврика покупала, получается, права на издание именно, в принципе, второго Робокопа. Но, видимо, на первого у них денег не хватило. Поэтому эту новолизацию писал Иван Сербин под сегдонимом Артур Квари. Вот, но есть, конечно, несколько таких вот интересных замечаний по этому поводу. То есть, соответственно, в книжке недвусмысленно сказано вот очень такая вещь, что, значит, Артур Квари Робокоп, 1993 год. Литературная версия создана с разрешения компании Орион. Вот, то есть, и вот это наводит на такую достаточно интересную мысль, что, я предполагаю, было три варианта развития событий. Ну, то есть, первый, это, соответственно, на основе просмотра фильма, притом достаточно внимательного, когда Сербин пишет вот эту новолизацию. Значит, вариант номер, соответственно, два. Как бы Сербин делал по факту литературный пересказ романа как раз-таки за авторством Эда Нахи. Вот, то есть, ну, скажем так, может им там не разрешили, то есть, точнее, не хватило у них денег на покупку прав на издание оригинальной, допустим, книги, но, по крайней мере, Сербин там смог ее как-то переписать и в таком виде издать. Вот, значит, и, соответственно, вариант номер три. Значит, денег действительно у Эврики на покупку прав на издание новолизации Эда Нахи не хватило, но вполне возможно хватило денег на создание собственной новолизации. Так что вполне возможно, что Сербину присылали, скажем так, исходники, какую-то копию сценария и на основе нее он, соответственно, Робокопа и писал. Вот, то есть, значит, в принципе, на самом деле, скажу так, то есть, эта книжка у меня уже, на самом деле, достаточно приличное количество лет, то есть, читал я ее, наверное, когда мне лет было где-то так 19 в первый раз, вот, и каких-то сомнений, что это не оригинальная новолизация у меня не возникала. То есть, потом, конечно, позже, как бы, я ее перечитал, вот, уже совсем недавно ради этого выпуска, и, честно говоря, могу сказать, что, в принципе, книжка очень хорошо написана, но тут надо отдать должное самому, соответственно, Ивану Сербину. То есть, он действительно умел писать, то есть, честно говоря, все, что выходило вот в рамках серии бестселлеры Голливуда, что писал он, типа, вот, допустим, того же самого Команда, там еще некоторых, допустим, книжек, правда, я не помню, что я там уже читал, вот, у меня, честно говоря, никаких этих негативных эмоций его новолизации никогда не вызывали. Вот, значит, здесь, в принципе, что интересно, то есть, конечно, Сербин пояснил за бэкграунд, то есть, там объясняется, например, как Бодикер, соответственно, грабил банки со своей бандой, вот, какие-то сцены воспоминаний Мерфи, именно, где он вспоминал свою семью, то есть, жену сына, они, конечно, больше немножечко в начало перенесены, и тут, в принципе, показано, как Мерфи уезжает на службу, вот, там, прощаясь с женой. Поясняется, почему, соответственно, у, скажем так, Робокопа сохранились воспоминания о сознании его прежней личности, вот, вот этот момент тоже, на самом деле, достаточно, в книжке это хорошо прояснен, вот, и, значит, как бы прописаны и сами, как бы, герои хорошо, и, значит, как-то замысел самого Верховена очень хорошо понял Сербин, то есть, и, в принципе, даже где-то местами его дополнил, вот, то есть, в принципе, Пашке Номану помнится очень не нравилось, то, что Робокоп оказал первую помощь Льюис, и что у него оказалась этот, скажем так, скрытая аптечка в его корпусе, ну, как по мне, это немножечко как-то так все-таки фильм дополнял, потому что получалось так, что Льюис в конце фильма говорила, Мерфи, я жива, вот, и он говорит, тебя починят, все, то есть, и больше она как-то из сюжета выбывала, то есть, что там дальше с ней случилось, мы не видели, здесь же именно у Сербина было показано, что Мерфи оказал ей первую помощь, и, более того, ее как раз-таки привез к зданию УСП, где происходила финальная разборка, вот, то есть, даже сейчас дочитаю этот кусочек, то есть, Льюис, он поднялся на ноги и медленно пошел к напарнице, Льюис, веки девушки дрогнули, Мерфи, голос ее ослаб, и был почти не слышен, я чуть жива, робот подошел к ней и опустился рядом, отщелкнув крышку аптечки первой помощи, упрятанной в левой руке, не беспокойся, они тебя починят, голос его обрыл интонацией, сейчас в нем слышалась горечь, они все чинят, Рыбако постановил помятый корж напротив стеклянных дверей корпорации и вылез из машины, побледневший от потери крови Льюис молча наблюдала, как он внимательно оглядывал стоянку, глухие шаги Эда-209 прозвучали в вечерней тишине, как раскаты грома, пулеметы выдвинулись вперед и механический голос прорывел, вы запарковали свой автомобиль на территории частного владения, у вас есть 20 секунд, чтобы убраться отсюда, совершенно невозмутимо Мерфи вытащил из салона ружье, тщательно прицелился и нажал на курок, от грохота в здании зазвенели стекла, а когда дым рассеялся, Льюис увидела, что от Эда остались лишь две сцепленные обломком платформы лапы, они качнулись и грохнулись на асфальт, забившись в своей электрической агонии, я сейчас вернусь, Робокоп сунул ружье на заднее сиденье автомобиля и не спеша пошел к дверям, то есть Льюис у нас, собственно, есть даже вот и в конце, где в принципе и не было, что Робокоп ее вместе с собой, что называется, повез, видимо, потом, чтобы после разборки уже в УСП отвезти, соответственно, в больницу, вот, здесь, и такие вот мотивации персонажей, прочие какие-то вещи, какие-то их там особенности, бэкграунды, они, в принципе, у Сербина достаточно хорошо прописаны, то есть, вот, единственное, что он действие перенес не, как бы, ну, получается совсем недалекое будущее, то есть, если посмотреть, действие Романа у него разворачивается в 98, 99 году, но есть какие-то такие, так скажем, незначительные, скажем так, недочеты, которые, в принципе, не критичны, и книжка, на самом деле, достаточно хорошо читается, в принципе, следующая вот, новолизация, это Робокоп 3, то есть, сразу видно, что Паша Киноман ее не читал, не то от нее бы у него бомбило еще больше, значит, ну, во-первых, что здесь можно сказать, то есть, вот, очень хорошая картинка у нас на обложке, прям вот очень хорошо нарисована, прям как спостера фильма срисована, один в один, значит, ну, вот, если мы все промо-материалы посмотрим, а это, кстати, единственная книжка из всей серии бестерриеров Голливуда с Робокопом, в которой было, вот, скажем так, полноценное оформление, то есть, были вот какие-то кадры, здесь вставлены эти промо-материалы, что, соответственно, видимо, компания Орион снабжала, издательство Аверикад, вот, они все взяты из первой и второй части фильма, то есть, даже вот эти все кадры, они именно из первой и второй части, это вот из второй части Робокопа, и только вот, вот эта обложка, она из третьей, даже вот здесь, если мы посмотрим внимательный рисунок, мы увидим, что это из второй части, я здесь за основу, и даже вот здесь, вот видно, что третью они со второй догадались совместить, по непонятным, как бы, причинам, вот, значит, в чем особенность, то есть, вот, например, новелизация, допустим, ну, скажем так, первого Робокопа, это где-то 134 страницы, вот, то, что писал Сербин, то есть, при том, что, как бы, так заметим, ничего особо лишнего он здесь и не написал, то есть, у него, по факту, все по делу, значит, допустим, официальная новелизация второго Робокопа, значит, она получается где-то 162 страницы, вот, и, значит, новелизация у нас, вот эта третьего Робокопа, значит, она, ну, вот, 200, господи, 238 страниц, то есть, почему, как бы, так, так, так бы, много, то есть, фильм, это приблизительно все шли одно и то же время, но имеется ввиду, то есть, у них там хронометраж почти, что называется, там, одинаковый, то есть, вот, здесь, значит, просто что называется, то есть, автор, вот этот так называемый, вот кто там подсегдонимом из наших этих авторов Дэвид Джонсон скрывался, он просто графоман, то есть, он писал кучу всяких этих самых левых вещей, вот, при том, здесь у него появляются какие-то персонажи второго плана, которые вот буквально там засветятся всего лишь там на несколько, соответственно, этих, там буквально на две страницы времени, ни на что толком не повлияют, то есть, есть некая банда, соответственно, получается, этого Плэшнера, который, ну, с которым в самом начале сражался Робокоп, вот, но здесь они по факту только совсем-совсем чуть-чуть мелькают, то есть, как бы, они там мелькали, имеется в виду, совсем чуть-чуть в оригинальном фильме, вот, здесь зачем-то этому Плэшнеру уделяется, как бы, куча, куча именно всякого вот этого времени, то есть, несколько глав посвящено ему, при том, все это происходит, как бы, за кадром фильма, и то есть, Плэшнер этот потом и погибает, от, каких-то мафиозных разборок, где-то за кадром, то есть, как бы, с главными героями это никак не связано, вот, и при том, то есть, таких вот лишних совершенно кусков, которые ни на что не влияют, вот здесь, на самом деле, несколько аж главами они какими-то посвящены, а какие-то ключевые события, они здесь, честно говоря, описаны, ну, буквально всего ничего, вот, при том, видно, что, как бы, автор очень невнимательный фильм даже смотрел, вот, и то есть, если у нас в оригинале было, допустим, три робота-ниндзя, с которыми сражался Робокоп, то вот здесь, вот, у автора вообще какая-то бродятина написана, вот, когда Мэффи расправился, как ему показалось, с Киборгом, и бросил его в подвале, то он не видел дальнейшего, голова Атома Сана не разлетелась, она потрескалась и деформировалась, но через несколько минут начало происходить что-то странное, фигура Кибера расплылась, черты лица стерлись, из его тела выпало прозрачное облако, мало-помалу, облако приобрело контуры фигуры Атома Сана, фигура постепенно уплотнялась, и через несколько минут второй Атома Сан, точная копия первого, стоял, ждал, пока лежащий Атома Сан приобретет прежний вид. Ну вот, вот такая вот без юмора здесь бредятина на полном серьезе написана, то есть, при том, какие-то вот ключевые, важные для сюжета самого фильма именно, скажем так, моменты, вот, они здесь очень сжато описаны, но какие-то вот непонятные вещи, в принципе, там целыми главами идут, то есть, чувствовалось так, что автор просто нагрифоманил, но книгу уже дописывал в ппхах и нормально даже ее не отредактировал. То есть, например, здесь упоминается, вот, из жильцов Детройта, которого в самом начале выселяют, показаны их, вот, упоминается пастор, и вот я думал, что сейчас вот, наверное, тут вот автор ввел пастора, то есть, пастор наверняка расскажет протестующим, соответственно, про вот тайный ход в цех, именно туда их там приведет, то есть, это как-то было логично, нет, соответственно, пастора там буквально через там две страницы, соответственно, убивают, и все, то есть, он для сюжета вообще никак не нужен, и такого здесь, честно говоря, полно, то есть, в общем-то, книга, единственное, какую ценность имеет, это, конечно, только вот своими вот этими всеми иллюстрациями и кадрами из фильма, это, конечно, самое ценное, что в ней на самом деле есть, ну и, конечно, кроме бестселлеров Голливуда, еще было вот такое издательство, получается, это сокровищница боевой фантастики и приключений, значит, с ней есть какая-то маленькая отличие, то есть, если бестселлеры Голливуда у нас в основном печатали новализации фильмов, то как раз-таки вот это издательство из как раз-таки получается то есть Смоленска и Минска, то есть это совместное было издание Минска и Смоленска, то есть Смоленска, Таросич, Минск, соответственно, БАДПР, вот, значит, они печатали в основном именно как раз-таки различные всякие, больше фэнтези или фантастику, то есть там у них произведения всяких писателей вроде там Пола Андерсона, Аллен и Дина Фостера и так далее выходили, то есть вполне нормально переведенные, но, видимо, все-таки как-то глядя на то, как бестселлеры Голливуда печатаются, им тоже вот таких легких денег захотелось, значит, и они, соответственно, стали печатать чисто новализации фильмов, то есть, ну, понятное дело, что самописные, то есть надо признаться, что у меня вот, допустим, таких книжек две есть, то есть одно это Смертельное оружие Рыбакоп, то есть вот так оно выглядит, второе, это, соответственно, Горец, вот, значит, в чем просто с ними был обычный юмор, то есть у нас тут как авторы книжки чаще всего ставились либо режиссеры, либо сценаристы, то есть, в том случае, допустим, со смертельным оружием есть сразу пометка, вот, смертельное оружие Шейна Блэк, Джеффри Боум, вот, соответственно, значит, робот-полицейский, соответственно, у нас получается Майнер, Эной Майер, Ф. Миллер, ну, то есть, сценаристы, соответственно, фильмов оригинальных, вот, но при этом была такая меточка, что перевод с английского литературная обработка, М.А. Адамчик и В.А. Адамчик, то есть братья Адамчики, ну, в принципе, что, соответственно, с смертельным оружием и Рыбакопом, что, соответственно, с Горцем, все то же самое, но, значит, был какой момент, очень, как бы, интересный, то есть, когда вот я, допустим, открываю вот эту книжку, а здесь только помечено, вот, смертельное оружие, Рыбакоп, все, то есть, ну, что, как бы, больше ничего и нету, открываем, значит, содержание, смотрим, то есть, смертельное оружие, то есть, с третьей страницы и идет до 293 страницы, то есть, 290 страниц, да, и, допустим, тот же самый Рыбакоп, с 10, с 13 страницы начинается и, соответственно, 493 заканчивается, тоже 200 страниц, как-то вот, странно, что-то как-то они большие, наверное, то есть, я так думал, что какая-то там либо графомания будет, либо от себя тена, нет, выяснилось, что тут имелось в виду, они на тот момент печатали по частям все это, то есть, ну, значит, у нас было три части смертельного оружия, ну, соответственно, у нас три части смертельного оружия здесь и идет, то есть, когда мы там до какой-нибудь страницы долистаем, мы, соответственно, увидим, допустим, что этот самый, как его там, как бы, допустим, там часть 2, часть 3 и так далее, пометки, которые даже в содержании, что называется, нигде не отображены, вот, ну, и, в принципе, то же самое с рыбокопом, здесь именно новолизации первой и второй части, ну, на что тот момент и было, вот, значит, но здесь тоже свои хитрые будут нюансы, потому что, как бы, как бы, было идеально написано, потому что, если, вот, допустим, Сирбинт позволял себе какой-то, скажем так, творческий домысел, в меру, конечно, как бы, ну, то есть, что бы описать там, допустим, самого персонажа или какую-то его мотивацию или какие-то его действия и прочие вещи, вот, то, соответственно, здесь все очень сухо и по фильму, то есть, по факту его краткий пересказ, то есть, может, кто-то еще помнит, вот такие были готовые домашние задания, книжки раньше, выходили, или, допустим, там, эти краткие пересказы этих произведений, там, как раз-таки по литературе, то есть, школьная программа по литературе, где они там очень кратко были изложены, вот здесь очень похожая часть, потому что просто сухо, кратко излагается сам фильм, при том, с рядом количества опечаток, то есть, например, у Льюис тут описывается, что черные волосы, хотя мы помним, что она блондинка, но, просто вот, дескать, так случайно авторы опечатались, или, допустим, я вот даже могу просто на этот самый, как его, как пример даже привести, что, значит, когда Робокоп идет спасать мэра и заложников, вот, займите его чем-нибудь, попытался остановить Робокоп от Стивенс, это при условии того, что вот эту фразу говорил Робокоп именно Стивенсу, здесь вот они, видимо, как-то опечатались, и, то есть, получилось, в принципе, бредятину, то есть, а, собственно, зачем он это говорит, в общем, что имеем, то имеем, то есть, как лично я считаю, есть просто вот пересказ, уровня, краткого пересказа программы по школьной литературе, как бы, книга от братьев Адамчиковых, есть, соответственно, оригинальная книга от Эда Нахи, очень, кстати, в принципе, интересная, со многих точек зрения, вот, есть, как я считаю, очень хорошая книжная адаптация от Ивана Сербина, вот, и есть, соответственно, просто графоманская вот такая бредятина от этого русского Ивани под сегдонимом Дэвид Джонсом, вот, который, в принципе, я, честно говоря, никому бы и не рекомендовал вообще читать, потому что, ну, просто как бы это самое бредятина и графоманство, вот, но книжка именно хороша только своим вот оформлением. Ну вот, ну и, собственно, сегодня это все, с вами был Барин, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok